Сегодня у нас в меню очень интересное блюдо. Родом оно из Испании, но хорошо прижилось в Филиппинах. Потребуется нам с вами два баклажана. Берите такого размера баклажан, который будет помещаться в вашу сковороду. Мы не отрезаем ни основание, ни кончик. И если у основания есть веточка, то можно держать за нее. Если веточки нету, то нам потребуется вставить в основание вилку для того, чтобы мы потом могли это запекать. Если же само основание очень плотное и вилка с трудом входит, то можно воткнуть вилку под основание. Два возможных варианта. Также нам потребуются овощи. Это может быть любой набор овощей по вашему выбору. И все мы их должны нарезать достаточно мелко. В моем случае я выбрал следующий набор овощей. Это половина луковицы, которые нарезаю мелкими кубиками. Очень красиво смотрится в данном случае, если это красный лук и также морковь. Одна четвертая моркови. Нарезаю сначала тонкой соломкой и затем измельчаю в мелкие кубики. В принципе, если вы хотите, можете все перемолоть в блендере, но тогда это будет не настолько красиво смотреться. Затем один зеленый перец щели или один красный перец щели. Острый не едите, пропустите. Острый любите, добавляйте и измельчаем. Также 4 пера зеленого лука. Мы нарезаем тонкими кольцами. Теперь то, без чего омлет состояться не может, это, конечно же, яйца. 3-4 яйца в зависимости от размера самих яиц мы разбиваем в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. Солим и перчим по вкусу и затем взбиваем яйца. Точнее, не взбиваем, а взмешиваем. Затем закладываем в взмешанные яйца все прежде нарезанные овощи и хорошо перемешиваем. Это будет такая база нашего омлета. У нас сегодня два варианта приготовления омлета. Второй вариант это рассматривает мясной омлет с добавлением мясного фарша. Здесь приведено все, что я добавила в этот фарш для вкуса. Мы обжариваем фарш на растительном масле. Это опция. Самое главное, что мы должны сделать, это запечь баклажан над газом на газовой плите. Делаем такой средний огонь ближе к слабому, чтобы ничего не сжечь и самому не обжечься. Вот, как я и говорила, очень удобно воткнуть вот так с одной стороны вилку, а с другой помогайте себе держать щипцами. Главное, чтобы баклажан запекся, пропекся хорошо. Для этого его кожа должна поменять цвет, сморщиться и в некоторых местах даже потрескаться. После того, как мы их запекли, мы должны их остудить так, чтобы до них можно было дотрагиваться. И затем снимаем с них кожу. Удобнее всего делать это вилкой. Можно, в принципе, сделать это и ножом, просто вилкой больше вероятность не навредить себе. Это, конечно, отнимет время, имейте в виду. После того, как мы сняли кожуру, мы должны раздавить баклажаны. Если вы хорошо их запекли, то это будет очень легко, даже без усилия. Можно это делать ложкой, вилкой и любым удобным кухонным инструментом в вашем случае. Затем мы нагреваем сковороду с растительным маслом. Растительное масло можно в процессе жарки по необходимости потом добавлять. Окунаем баклажан в яйцо. Удобно держать его за вот тот самый кончик, который мы не отрезали, точнее основание. И кладем на нагретую сковороду с маслом. Немного расправляем его. И сверху заливаем той же самой яичной смесью с овощами. Сейчас мы готовим вариант овощной, без мясного фарша. Жарим мы баклажан с обеих сторон. Когда с одной стороны яйцо схватилось и достигло той степени обжарки, какая вам нравится, просто золотисто или золотисто-коричневый, то вот так вот держим за основание и просто его переворачиваем. Масло по необходимости добавляем. Жарим мы на слабом огне, так, чтобы баклажан еще больше пропекся, а яйцо достигло необходимой степени обжарки. Теперь приступим ко второму. Со вторым все. Вся процедура мы проделываем совершенно абсолютно ту же самую. Окунаем в яйцо, кладем на нагретую с маслом сковороду, еще раз заливаем немного яичной смесью, но это уже с мясным фаршем. Такой еще возможный вариант для тех, кто ест и любит мясо. Тогда мы сверху кладем уже обжаренный прежде фарш, равномерно его распределяем по поверхности. Это, кстати, мне этот вариант напоминает пиццу больше, чем омлет. И сверху опять немного заливаем яичной смесью с овощами, чтобы, когда мы будем это переворачивать, у нас фарш не упал. В этом случае гораздо тяжелее будет баклажан, поэтому воспользуйтесь лопаточкой, чтобы себе помочь в данном случае. Переворачиваем на другую сторону, когда одна сторона готова, и обжариваем до той степени обжарки, которая нам нравится, золотистое или золотисто-коричневое. И наше нехитрое, очень вкусное блюдо готово. Но, считайте, это не самый быстрый вариант, но он того стоит. Два варианта. Без мяса и с мясом. Кому как больше нравится, то есть омлет или пицца в моем восприятии, можно сверху еще полить немного кетчупом. И все, можно наслаждаться. По-моему, это очень хорошая идея для завтрака. Единственное, что-то придется праздноваться пораньше, потому что все-таки запекание, очистка баклажана, все это занимает время. Не самый быстрый вариант. Ну и для ланча, в принципе, тоже подойдет. Но это вкусно. Вкусно и сытно. Так что стоит того, чтобы это попробовать. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok